Всех приветствую, мои дорогие, делая заказы на Яндекс.Маркете. И хочу показать, что я там нашла. Начну я с набора от бренда Маруся. Давайте покажу. Был он еще вот в такой пленочке. Так, это у нас Маруся. Набор сочный абрикос, гель для душа 400 мл. И крем для рук питательный 250 мл. И чем меня привлек этот набор? На него была цена 165 рублей. Если учесть, что отдельно каждое средство стоит намного дороже, то набор получался, ну, прям очень выгодно. И я просто не смогла пройти мимо. Я от бренда Маруся пробовала кое-какие средства. Мне они нравились. И мне также у этого бренда очень нравятся многие ароматы. И давайте с вами вместе откроем. Я еще не открывала, посмотрела только срок годности. Как вы видите, здесь до сентября 25-го года. Кстати, мне кажется, как подарочный вариант тоже неплохо смотрится. Коробочка красиво оформлена. И как вы видите, здесь у нас идет крем и гель для душа, сочный абрикос. Давайте покажу информацию, кому интересно. Можно поставить на паузу, прочитать. Так, без пробенов и минеральных масел. И давайте с вами будем открывать и смотреть. Доставка была бесплатной. Забрала все из пункта выдачи. Кстати, пришел мне этот набор на следующий день после того, как я заказала. Давайте с вами откроем. Мне самой интересно посмотреть. Потому что я не на подарок, я для себя взяла. Так, вот так у нас внутри все выглядит. Давайте достанем. И будем с вами смотреть. Так, крем для рук и ногтей, питательный, с маслом абрикосовой косточки. Помпа здесь. Так, это у нас дата изготовления. Давайте с вами посмотрим. Срок годности, как вы видите, 3 года. Ну, да, до сентября 25-го года получается. И гель для душа. Так, сейчас я аромат. Аромат вкусный, приятный. Сейчас я откручу. Давайте вам покажу. Вот так выглядит. Приятный нежный аромат. И представляете, на следующий день я смотрю, а стоимость стала ниже. Вообще, я заметила, что на Яндекс.Маркет, ну, помимо того, что у разных продавцов разной цены на один и тот же товар, там еще бывает, знаете, цена то выше, то ниже. Бывает, что-то из наличия пропадает, потом опять появляется. То есть лучше в избранное добавлять все, что вас заинтересует. И по наличию, и цены отслеживать. И смотрю, я, представляете, на следующий день набор такой стоит уже 125 рублей. Ну, второй я не стала уже заказывать, но я заказала вот такой другой вариант за 125 рублей. Сейчас я посмотрела наборы, и тот, и другой по 165 рублей стоит. Ну, я думаю, и 165 рублей – это очень выгодная цена, потому что каждое средство по отдельности намного дороже стоит. Ну, либо можно посмотреть, вдруг цена будет опять вот такой низкой. То есть вот этот набор стоил 125 рублей. Это я начала на пункте выдачи открывать, чтобы срок годности посмотреть. Я, девочки, все ссылки оставлю, чтобы вы тоже могли сразу и цену посмотреть, и какой товар представлен, потому что, ну, вообще там выбор, конечно, огромный. Сейчас я сниму пупырку. Этот набор тоже я, вот второй я заказала, и на следующий день он уже в пункте выдачи был. Давайте с вами посмотрим. В этот набор у нас входит гель для душа, холодная дыня и авокадо, так, крем увлажняющий для рук и ногтей. Вот так уже выглядит. Так, набор косметики. И смотрим срок годности до января 25 года. Ну, срок вполне можно успеть все использовать. Такая информация. Давайте тоже откроем, посмотрим. Насколько я помню, аромат холодной дыни очень приятный. Сейчас, девочки, открою все. Мы с вами посмотрим. Решила показать, пока такие цены невысокие. Потому что, ну, мне показалось, что это, знаете, из серии Дарм прям. Так, и что у нас здесь? Вот такой гель для душа, холодная дыня. Так, сейчас я вам скажу точно про аромат. Выглядит он уже вот так. Девочки, очень приятный аромат. Четко ощущается дыня. И давайте посмотрим на крем. Крем у нас увлажняющий с маслом авокадо. Так, тут мы прибавляем срок годности 3 года. Получается, крем до сентября 25 года. И, кстати, обратите внимание, что здесь у крема хороший объем. 250 миллилитров. Так, а здесь у нас давайте тоже срок посмотрим. Так, здесь объем, кстати, 400 миллилитров. Девочки. Да, это дата изготовления. Три года, значит, до 07-го 25-го года. И вот, когда я увидела, что вот этот набор 125 рублей стоит, я решила, как бы, посмотреть, что там еще от этой марки. И, представляете, увидела там шампуни и бальзамы для волос. И тоже такая стоимость была 69 рублей, 78 рублей, 85 рублей. Ну, я взяла только некоторые. Единственное, девочки, там вот под некоторыми позициями, которые самые бюджетные, бывает написано от двух штук. И поэтому у меня вот эти два шампуня одинаковых. То есть, по-моему, они по 69 рублей были. И там было написано в корзину от двух штук. Ну, согласитесь, такой шампунь, это за такую цену тоже очень выгодно. Сегодня я смотрела, мне кажется, ну, вот что-то 80 рублей, что-то 100 рублей стоит. Это тоже крайне выгодно. И давайте с вами посмотрим, почему я еще выбрала именно этот вариант. Смотрите, здесь идет с экстрактом смородины. Если вы помните, у меня из этой линейки был гель для душа. Как же мне там нравился аромат. Это, вот знаете, как аромат у геля для душа от чистой линии со смородиной, только более вкусный, более приятный. И поэтому, когда я увидела такой шампунь, да еще по такой замечательной цене, я, конечно, ну вот не раздумывая, в корзину закинула. Да, девочки, аромат обалденный просто. Если вам вот нравится аромат черной смородины, листочков черной смородины, я вам рекомендую прям попробовать. Ну и вот сколько я продукцию пробовала, потому что у меня из этой линейки шампуни были, они со своей задачей хорошо справлялись, волосы промывали, не путали, легко пенились, небольшой расход был. Ну и буду теперь пробовать, конечно. Но здесь я представляю прям один аромат только, мне кажется, уже отдельное наслаждение. Так, это у меня одинаковых два. Поделюсь с мамочкой. И вот этот, по-моему, рублей 80 стоил. Это у нас уже идет шампунь для сухих и ломких волос с экстрактом смородины. Там также в такую цену и гели для душа, вот каждому шампуню. Ой, не гели, девочки, бальзамы для волос были. И гели для душа были, по-моему, дешевле 100 рублей. И вот с облепихой еще какие-то линейки были. Я посмотрю сегодня, постараюсь все ссылки оставить. Вот где такая бюджетная цена была. Вот такая у нас информация. Там еще, по-моему, была какая-то линейка по очень выгодной цене. То ли против перхоти. Вот что-то такое. Такая здесь информация. Поэтому смотрите. Я думаю, по такой цене быстро раскупят. Потому что, насколько я помню, полная стоимость вот у таких шампуней, например, в районе 400 рублей. И хотела вам также сказать, что вот у меня сейчас в использовании крем, например. И, девочки, тут такой же аромат вот черной смородины и листочков черной смородины. Крем мне понравился. Ну, не могу сказать, что у меня прям проблемная кожа рук. Во-первых, мне здесь аромат очень нравится. Ой, сейчас, девочки. Не вижу ничего за камерой. Закрутила, открутила. Вот такой, смотрите, девочки, крем. Он дает коже на какое-то время увлажнение. Ну, вот как по своей коже я заметила. Он легко распределяется. Ой, ну, аромат, конечно, необыкновенный. Легко распределяется. Кожу рук увлажняет. Нет ощущения пленки, вот чего-то такого. Я его, знаете, в течение дня наношу. Я им довольна. То есть на ночь я что-то более такое жирненькое, питательное наношу. А вот в течение дня, вот особенно, знаете, после того, как посуду помоешь, еще там что-то поделаешь. Я такой наношу. Так, что же еще я заказала? Мне еще не все пришло, поэтому я потом вам еще покажу свои находки. Но давайте сейчас смотреть, что мне уже пришло. Посмотрите, что я нашла. Это у нас китайский бренд. По-моему, Боб читается. Так, хотела вам оттеночек показать. 8 грамм. Здесь на самом деле все было заслудировано. Но я сняла, посмотрела, все ли там внутри в порядке. Насколько я помню, эта пудра представлена в двух оттенках. Вот, и у меня в номере 02. И чем же эта пудра меня привлекла? Смотрите, вот так она открывается. Вот видите, такая коробочка. Кстати, как подарочный вариант, мне кажется, тоже вот так все красиво оформлено. Достаем. Ой, у меня руки в креме. Сейчас мы с вами посмотрим. Я думаю, вы сейчас поймете, чем она меня привлекла. И посмотрите, я когда увидела, поняла, что она мне напоминает всем известную пудру от Живанши. Давайте посмотрим информацию. Так. Ой, здесь тоже вот так все сделано из серии Дорого-богато. Вот так она выглядит. Давайте с вами смотреть. Пуховочка. Девочке стоил, она, по-моему, рублей 500. Ну, например, пудра подобная, по крайней мере, визуально от Живанши сейчас стоит больше 6000. И поэтому 500 рублей, мне кажется, прям, ну, чудесный вариант. Сейчас я ее открою. Здесь у нас вот такая, как бумажечка. И вот, видите, здесь 4 отсека. Давайте с вами в крышку немного насыпем. Мне самой интересно, как это все выглядит, то, что я не пробовала. Ну, сделано все на первый взгляд красиво. немножко мы с вами. Я обычно в крышку насыпаю рассыпчатой пудрой и потом отсюда либо на кисть, вот, либо на пуховочку. А давайте на пуховочку наберем и посмотрим с вами. Так. У меня, конечно, как-то не все, по-моему, оттенки высыпались. На руке, конечно, крем сейчас у меня. Я хочу посмотреть, блестит, не блестит. Но я вот блесточек не вижу. Просто эта пудра представлена в двух оттенках и вот какие я отзывы видела, по-моему, один из оттенков как немножко сиянием. Давайте еще побольше. Вот, насыпем. Ну-ка. Аромат, кстати, приятный. Я думала, он вдруг будет, знаете, чем-то таким химозным пахнуть. Нет, аромат приятный. Так, давайте еще раз посмотрим. Ну, я вот никакого сияния не вижу. Конечно, это все надо на коже смотреть. Я надеюсь, что она будет фиксировать макияж, продлевать его стойкость. может, как-то, знаете, вот даже поры визуально немножко заглаживать. Ну, это надо на лице пробовать. Когда я увидела этот дизайн, я просто одно время хотела пудру от Givenchy. ну, как-то, знаете, больше шести тысяч как-то я не готова платить. И поэтому, когда увидела, ну, по крайней мере, визуально, да, вот такой аналог, я решила, что мне надо. Здесь так вот как-то красиво сделано. Так, но это еще не все, что меня заинтересовало. давайте немножечко штатив подвину. И, вы знаете, меня заинтересовала новая марка. Это у нас Love Generation. Надеюсь, я не коверкаю. Заинтересовали меня две позиции. Первая это вот палеточка. Эти палетки представлены тоже в двух оттенках, ну, вернее, в двух вариантах. И меня заинтересовал больше вот такой вариант. что у нас тут написано? Так, для век, как вы видите, здесь у нас оттенки дуахромы в номере 01. Так, яркое дополнение к твоему макияжу глаз, которое точно не останется без внимания. Можно смотреть вечно на огонь, воду и твои глаза с сияющими переливами на веках. Наноси тени пальчиком или кистью на веко для большего эффекта дуахромности. Используйте цветную подложку перед нанесением теней. Мне, кстати, кажется, еще на темной подложке может красиво смотреться. Срок годности, как вы видите, хороший. Насколько я помню, была тоже скидка. Так, здесь у нас, по-моему, скотч. Да, сейчас, девочки, все с вами откроем и будем смотреть. кстати, палеточка вот так хорошенькая, маленькая, компактная, не займет много места. Ой, какая красота. Давайте с вами смотреть, мне само интересно. Вы знаете, любая палетка с матовыми оттенками, мне кажется, вот дохромные оттенки это будет отличное дополнение. Так, это у нас оттенок похож на такой, как вот спинково у ЖК. Так, фиолетовые оттенки особенно люблю. Сейчас с вами посмотрим. Вот из двух палеток по оттенкам меня больше вот это привлекло. Я обычно такие оттенки на палец набираю, переношу на веко. Давайте смотреть. Так, тут у нас пудра была, здесь крем, но нет, все равно хорошо переносится. Да, этот вот такой известный оттенок. Мне кажется, если его, когда его больше наносишь, либо на темную подложку, то больше вот такой, как изумрудный проявляется. Этот просто такой. Ну-ка, и вот эти посмотрим. Ну, это, как вы понимаете, я все без подложки наношу. В макияже я обычно делаю подложку, либо вот использую черный оттенок, либо коричневый оттенок, и сверху потом пальцем наношу вот подобные оттенки. Смотрите, вот если вблизи так смотреть, сияет. Видите, девочки, я просто при дневном освещении снимаю, не при искусственном, без вспышки. Вот гамма мне нравится. У кого девочки есть подобные тени, может, во втором оттенке, напишите, как у вас впечатление. так, и что еще меня заинтересовало? Это карандаш. Ну, во-первых, конечно же, меня привлек в первую очередь дизайн. Посмотрите, какой здесь милый зайчик. Мне кажется, вот прям сразу какую-то симпатию вызывает карандаш. И, кстати, они представлены в разных оттенках. Сейчас, девочки, я тут из пальцев стираю просто. Так, ну-ка, давайте посмотрим. Я так поняла, что вот этот зайчик снимается. Не сломать ничего. Да, смотрите, снимается. Можно, наверное, на любой карандаш потом одеть. Так, карандаш у нас в слюде идет, насколько я вижу. Сейчас с вами откроем. Так, и давайте посмотрим. У меня в номере 0,9 вот с таким названием. Так, я подержу, я сама не очень вижу, что там написано. И это гелевый карандаш. И у меня сейчас вот фиолетовых карандашей нет, все закончились. Вот гелевый карандаш я вам в пустых баночках недавно только показывала закончился. И, конечно, я решила взять попробовать. Меня заинтересовало. я все думала, какие оттенки взять. Сначала думала несколько взять, а потом решила, что попробую сначала. Так, я пока болтаю, пытаюсь снять пленочку. Прям хорошо очень они на совесть все закрепили. Или руки у меня в креме. Так, сейчас, девочки, воспользуюсь ее ножничками. немножко эту пленочку срежу. Так. Там еще были карандаши ну вот обычные, как в дереве. Я решила, что мне гелевый нужен карандаш. Мне кажется, у меня сейчас вообще гелевых карандашей нету в коллекции. Вот все, что были закончились. смотреть. Ну, кстати, очень такой мягкий. То есть не царапает руку, ничего. Но при этом, заметьте, вот не настолько мягкий, чтобы при движении сразу куда-то там расползаться. Вот грифель все нормально. Посмотрите, какой нежный нежный оттенок. Вот по сводчу мне пока очень нравится и карандаш оттенок, и тени. Color Bunny в номере 09. Там просто еще есть фиолетовый более такой яркий. Ну, вот мне захотелось чего-то такого более нежного, более такого весеннего. ну, очень привлекательный дизайн. Так, и пока это все, что мне дошло, что я получила. Как остальное придет, тоже покажу вам. У меня там тоже много всего интересного. Ссылки все оставлю и буду с вами на этом прощаться. Напишите, может, вы тоже из этого что-то пробовали или что-то заказывали. Всем чудесного настроения, всем огромное спасибо за внимание, добрые комментарии, поддержку, и до новых встреч, до новых видео. Всем пока! Пока!